Цветы и березы в храме на Троицу – такой же атрибут торжества, как елка на Рождество. Самый значимый летний церковный праздник всегда приходится на 50-й день после Пасхи и завершает цикл богослужений, которые привязаны не к солнечному, а к лунному календарю. А на праздник Троицы земля травой покроется. Принято считать, что именно с этого дня лето полностью вступает в свои права. Существует также благочестивый обычай на Троицу – украшать храмы и дома цветами и ветками деревьев в знак почитания божественного животворящего начала. Праздник установлен в честь библейского события, которое называется «Сошествие Святого Духа на апостолов». Его каноническое изображение находится над центральной алтарной частью в Самарском Софийском соборе. Помимо Богородицы и 12 ближайших учеников Христа есть еще один персонаж – в царском венце. Так в иконографии персонифицируется космос – царь-космос. Его изображение в центре храма словно соответствует основному тренду развития Самары – космической столицы. Да и само событие праздника имеет космическое значение. По сути, это день основания Вселенской Церкви. Церковь – это единственное место, где хранится то божественное, святое, чистое. Как бы ни пытались запачкать этот колодец, источник жизни, никогда этого не получится. Во всех храмах Самарской митрополии в полной мере соблюдается требование Роспотребнадзора. Регулярно проводится дезинфекция на полу обозначенной линии социального дистанцирования. Однако многие прихожане в праздничный день все же решили остаться дома. Тем более, что в интернете и на многих телеканалах были организованы трансляции богослужений из десятков разных храмов мира. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События.